Причины обезвоживания организма у взрослого Существует несколько причин, по которым возникает обезвоживание, и это не обязательно недостаточный прием жидкости. Причины обезвоживания организма у взрослого – работая в очень жарком климате или в условиях повышенной температуры. С этим сталкиваются люди, которые работают у доменных печей и постоянно находятся в войлочных костюмах, потеют, в результате чего жидкость выводится из организма через кожу. В таком случае при редком пополнении воды и питья может начаться обезвоживание. Нарушение работы кишечника, проще говоря, диарея. Из-за постоянного панаса человек очень быстро теряет жидкость, в результате чего может случиться смерть или шок. Нарушение в работе организма и кишечная инфекция. Обычно человек теряет жидкость при холере. При этом недуги наблюдается очень жидкий водянистый стул, поэтому пациент может в считанные часы умереть. Недостаточность питания. Это свойственно для африканских стран, где очень небольшое количество питьевой воды. Из-за этого развиваются инфекции, которые вызывают отравление. Стоит отметить, что при диарее, а также постоянной рвоте, что часто бывает при отравлении, человек очень быстро теряет жидкость. Поэтому основной задачей является контроль за мочеиспусканием. Симптомы обезвоживания организма у взрослых. При обезвоживании организма моча становится темного цвета, а ее количество уменьшается и может вовсе прекратиться. Симптомы обезвоживания организма у взрослых. Среди симптомов обезвоживания также влажные, холодные конечности, озноб. Может возникать температуру у человека, западают глаза. Если это грудной ребенок, то может западать родничок. Пульс у человека с обезвоживанием очень слабый, но достаточно часто и очень сложно нащупать вену или артерию, где прослушивается пульс вода необходима для нормального функционирования организма, как взрослого человека, так и ребенка. Именно поэтому необходимо в день выпивать не менее двух литров воды. Если человек теряет около 10% жидкости, то у него начинается помутнение рассудка. Смерть наступает при потере жидкости 20-25%. Зачем нужна вода? Жидкость необходима для осуществления всех химических реакций и нормального метаболизма в организме. При потере жидкости в результате диареи и рвоты необходимо прибегнуть к регидратации. Говоря простым языком, напоить человека раствором минералов. Доказано, что калий и кальций удерживают воду. Что делать при обезвоживании организма у взрослого? Аптечные средства для регидратации. Для регидратации, в исполнении количества жидкости, можно использовать аптечные растворы или приготовленные самостоятельно. Для этих целей обычно используют регидрон. Он содержит в себе соли калия, кальция, а также натрия. Кроме того, в составе имеется глюкоза. Что делать при обезвоживании организма у взрослого? Список аптечных средств. Гастролит, гидровит, глюкосолон, маратоник. Нормогидрон, арсоль. Что пить при обезвоживании организма? Рецепт раствора для регидратации. Если аптека от вас далеко, необходимо срочно восполнить потерю жидкости. Лучше использовать необычную воду, а раствор электролита. Ведь из потери жидкости организм теряет соли калия, кальция, а также хлориды, которые участвуют в обменных процессах и метаболизме. Чтобы восполнить дефицит жидкости, необходимо знать, чь это пить при обезвоживании организма рецепт раствора для регидратации. При обезвоживании для этого в одном литре кипяченой воды растворяют 2 столовые ложки сахара и 30 грамм соли. Можно приготовить другой раствор. Для этого в литровую банку кипяченой воды необходимо всыпать 10 грамм соли и 5 грамм пищевой соды. После этого проводится употребление этого средства внутрь. Оптимальным количеством является 100 миллилитров за 15 минут. То есть рекомендуется употреблять небольшими порциями, примерно по полстакана, через четверть часа. Такие небольшие порции необходимы, чтобы не вызвать повторную рвоту. Маленьким детям рекомендую давать такую жидкость столовыми ложками каждые 5 минут. Небольшое количество жидкости препятствует возникновению рвоты. Это будет удерживать жидкость в организме и способствовать накоплению солей. Обезвоживание организма у взрослых лечение в домашних условиях. Для того чтобы восполнить дефицит калия, можно использовать апельсиновый сок. Если причиной потери жидкости стала диарея в результате отравления, то они советуют использовать для регидратации кефир или молочные продукты. Они хорошо утоляют жажду, но могут стать причиной возобновления рвоты, а также диареи. Обезвоживание организма у взрослых лечения в домашних условиях не рекомендуется при обезвоживании, которое вызвано диареей. И отравлением употреблять таблетки от поноса, такие как лапирамид. Они удерживают жидкость в организме, но способствуют тому, что вместе с жидкостью удерживаются отравляющие вещества, которые спровоцировали диарею. Именно поэтому ни в коем случае нельзя принимать такие лекарства. Возможно понос прервется, но признаки интоксикации могут стать еще более отчетливыми, что приведет к серьезному недугу или даже смерти. Если можно выбирать, что давать человеку от обезвоживания, то лучше сделать выбор в пользу соленых и сладких напитков. Это связано с тем, что в составе сладких напитков содержится глюкоза, в результате которой организм получает энергию питания. При приеме минеральных вод в организме восстанавливается солевой баланс. Поэтому идеальное питье при обезвоживании вовсе не очищенная вода, а минеральные воды, компот, соки или же обычный раствор с солью и сахаром, который готовится по вышеуказанному рецепту. Это связано с тем, что данные растворы являются электролитами и способствуют улучшению функционирования организма. Профилактика обезвоживания организма у взрослых В условиях больницы используется регидратация при помощи специальных капельниц. Вводят внутривенно раствор глюкозы, а также физраствор. Это помогает избежать обезвоживания и восстановить водный баланс. Очень часто используется при лечении детей, также взрослых. Профилактика обезвоживания организма у взрослых рекомендует использовать фрукты, в которых содержится очень много воды. Среди них арбуз, дыня, а также апельсины. Они содержат большое количество витаминов, минеральных веществ. Кроме того, рекомендуется есть овощи, такие как кабачок и огурцы. В них содержится много калия, а также воды. Однако их показано употребляют лишь в том случае, если обезвоживание вызвано не диареей и отравлением, а недостатком потребления жидкости или работы, в результате которой выделяется много воды. Поэтому в жаркое время года не игнорируйте фрукты и овощи, ведь с их помощью можно восполнить дефицит жидкости в организме. При ощущении жажды обязательно пейте много воды. Включите в меню салаты из фруктов и овощей.